Матросы-спасатели спешат на помощь. В лесном пруду тонет человек. Они оперативно доставляют пострадавшего на берег. Здесь вместе с дежурной медсестрой матросы-спасатели оказывают первую помощь. Прежде всего удаляют воду из дыхательных путей. Обязательно на колено, потому что у нас здесь нет. Ничего там, перил, не лавочки. То есть сразу же на колено откачать с него, если в нем вода есть. То есть он нахлебался уже, чтобы она с него ушла. К счастью, это смоделированная ситуация. Роль пострадавшего исполняет сотрудник управления гражданской защиты. А задача матросов-спасателей продемонстрировать свои умения и навыки. В Заречном прошла очередная тренировка, в которой приняли участие сотрудники комбината благоустройства, управления гражданской защиты, медсанчасти и полиции. Целью тренировки была проверка межведомственного взаимодействия и практических навыков дежурных матросов-спасателей. Именно от их наблюдательности зависит жизнь человека, терпящего бедствия. Ведь вопреки расхожему мнению, утопающие не машут руками и не кричат. Обычно человек тихо просто начинает скрываться под водой и так далее. То есть не так, как обычно это все происходит. И хорошо, что у нас есть такие вот матросы-спасатели, которые за этим смотрят знают, как себя вести. Матросы-спасатели оказывают первую помощь и вызывают медиков. Те осматривают пострадавшего. Вызов профессиональных медиков – обязательный пункт инструкции спасателей. Даже если пострадавший пришел в сознание и в целом неплохо себя чувствует. Человек, который побывал в воде, после того, как он спасен, он обязательно должен быть осмотрен врачом. Почему? Потому что человек, который наглотался воды, то есть в любом случае могут возникнуть проблемы с почками. Во время учений все спасательные процедуры не заняли и 10 минут. По оценке специалистов Управления гражданской защиты, все службы сработали слаженно и оперативно. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».